дорогие друзья я приветствую вас на телеканале наше национальное телевидение наконец-таки интеллектуальное шоу кнопка дошло до своего предфинального этапа у нас одна вторая финала иначе говоря полуфинал четыре команды сегодня здесь на ваших глазах определят кто же будет сражаться за третье место кто за победу нашим небольшом интеллектуальном сражении давайте не будем долго затягивать и сразу пригласим первую пару команд поехали первая пара победители своей не самой удачливой группе как мы уже решили с вами команда дороги ведут их соперники команда занявшая второе место в более удачливой группе команда ботанический ад внимание первый вопрос уле мартин хейенстадт пишет что скандинавские боги удивлялись созданному ими миру и сомневались во всем потому в эдде в отличие от библии боги регулярно делают это мы не спрашиваем что такое делать это назовите человека который публично делал это середины семидесятых и по двухтысячные годы ботанический ад слушаем ответит я на нам кажется что это владимир ворошилов совершенно верно счет становится 1-0 второй вопрос один был в розыгрыше назовите работавшего с лейку сапфирами человека по чьей просьбе микро миниатюрист эдуард козырян изготовил набор иглу слушаем отвечает маговедов сапфир давайте пускай будет коров по бирже ответ неверный 5 4 3 2 1 слушаем ботаническая попробуем сказать предположить что это зураб церетель правильный ответ святослав федоров лейка сапфиры белые кристаллики которые великий офтальмолог святослав федоров использовал в качестве материала для искусственных хрусталиков с помощью созданных козырям козыря нам микро игл федоров зашивал раны на глазах счет сохраняется 1 0 следующим вопросом разыгрывается два балла какие предметы умудрялись выдувать в виде бюстов пушкина и тургенева слушаем дороги ведут предположу бутылки это правильный ответ 2 1 четвертый вопрос какое островное государство у берегов америки является свободно присоединившийся к сша территории ботанический ад пуэрто-рико вот теперь вообще совершенно верно 2 2 алексей мунипов называет его территория свободы последней границы искренности ведь даже в личных дневниках люди врут себе или стесняются говоря о краудсорсинге передачу ряду лиц производственных полномочий упоминают его в одном из эпизодов известного романа 5 4 ботанический ад слушаем попробуем предположить что это интернет ответ неверный 5 4 дороги ведут слушаем предположит банковский счет правильный ответ забор на заборе люди ничего не стесняются писать но про и приключения тома сойера я думаю все прекрасно наслышит так счет 22 следующим вопросом разыгрывается 2 балла в одной интернет статье она названа одним из примеров краудсорсинг в другой статье о ней упоминается коллективная бессознательная назовите ее пять четыре три два ботанический ад ответит дин ислам слушаем допустим то карта метро ответ неверный 5 4 слушаем не знаю кикстартер ответ неверный правильный ответ википедия следующим вопросом разыгрывается 3 балла он может решить исход этого боя музыканты британской группы канал планировали написать об иксе предупреждающую песню а герой рассказа беляева превратившись в икса не может повернуть время с 5 и сравнивает себя с рыцарем закованным влад и назовите x 5 дороги ведут отвечает магомедов сапир может это сфинкс ответ неверный 5 секунд у противника 4 3 2 1 слушаем на последней секунде попробуем предположить что это рак ведь курение убивает 52 в первом бою победила команда ботанический ад со счетом 52 второй бой вопрос 1 как сейчас называется остров который христофор колумб назвал эспаньолой дороги ведут кубы ответ неверный слушаем ботанический ад гаити совершенно верно 10 это гаити второй вопрос самая древняя форма подков башмаки делалась из лыка или конопли а какие подковы были у лошадей в армии чингисхана дороги ведут отвечает магомедов сапир может это войлочный ответ неверный 5 4 3 2 слушаем ботанический ад вряд ли вообще у них были подковы это ваша версия такая великое правильный ответ копыта были обмотаны кожей вот так вот что сохраняется 1 0 следующим вопросом разыгрывается 2 балла кто автор этих строчек по дороге зимний скучной тройка борзая бежит колокольчик однозвучный утомительно гремит ботанический ад тишина кристина ответит слушаем ответ неверный 5 4 слушаем дороги ведут пушкин совершенно верно это александр сердеевич пушкин счет становится 21 в повести селинджера зуи в переводе знаменитой риты райд ковалевой женщина сокрушается что у молодой девушки депрессия так как она питалась сырниками и кока-колой назовите правильный перевод одного из упомянутых слов дороги ведут слушаем отвечает магомедов сапир совершенно верно через бургеры 3 1 5 вопрос в английском языке ее называют выражением тот стул жабья табуретка она прозвище повара работавшего на дмитрия шемяку умершего от отравления назовите ее пять четыре три ботанический ад слушаем попробует ответить дин ислам допустим это . ответ неверный 5 4 3 2 дороги ведут слушаем версию отвечает екатерина шарунина собачка правильный ответ поганка поганой пищей кормил повар шемяку как видно вот так ненавязчиво мы перешли от макдональдса к поганкам счет сохраняется 3 1 у нас следующим вопросом разыгрывается два балла внимание знаменательно что в языке коряков занимающихся преимущественно охотой и оленеводством для ее обозначения есть два слова первое это тропья которым также иногда называют горошинку назовите второе слово на корякском языке пять четыре три два один правильный ответ дробь знаменательно что слово знаменательно мы использовали не просто так дробь охотничьи у коряки и так знали а вот дробь математическую они узнали благодаря русским потому в их языке это слово полное заимствование из русского языка счет сохраняется 3 1 разыгрываем 3 балла в каком виде легкой атлетики боб биман установил на олимпиаде в мехико мировой рекорд который продержался больше двадцати лет ботанический ад ответить дин ислам прыжки в длину совершенно верно вот так счет становится 4 3 следующий вопрос то каким изображался конь скульптуре часто говорила о судьбе его всадник сейчас непростой вопрос о чем свидетельствует то что конь стоит на четырех ногах на трех и на двух дороги ведут отвечает екатерина шаруни я жду от вас три ответ на четырех ногах то что он умер своей смертью на трех ногах то что он был ранен и на двух ногах то что он был убит погиб в бою совершенно верно 44 руслан нигматуллин переквалифицировался из футболистов диджея и жаждет популярность говоря что какой же солдат не хочет стать генералом при этом руслан подчеркивает что теперь эти три буквы для него имеют совсем другое значение что это за буквы слушаем отвечает магомеда супер первая секунда у вас тем временем это ржи ты вы покидаете стол 5 секунд 4 3 2 1 ботанический ад раз попробует ответить я на слушаем у нас только 2 м3 спросили правильный ответ ска это спортивный клуб армии но или же стиль в музыке 4 4 счет 2 балла в розыгрыше аки каурис мяки признавался что при всей не схожести его стиля со тарковского у них есть духовная близость общая любовь к алкоголю и то что они сделали это первенцы чанга и энга тоже сделали это ответьте четырьмя словами что они сделали пять четыре три два один правильный ответ родились в один день три балла в розыгрыше как звали немецкого монаха который изобрел порох в европе ботанический ад раз ответить ислам полный же ну бертолетова солью называли одну на стадишь на ту же бертольт шварц вертолетово соль побеждает и в этом бою ботанический ад вы выходите финал дороги ведут с вами в битве за третье место с видимся счет второго боя 74 для участия во втором полуфинале я приглашаю команду победителя лидирующие группы команду плохие парни и команду стингеры занявший второе место в не самой удачной группе и так дорогие друзья я думаю что мы готовы первый вопрос правила вашей игры не отличаются отправил предыдущих команд которые только что сыграли в средние века изобрели специальные наперстянки из очень тонкой кожи которые натягивали на пальцы только перед едой зачем отвечает шамиль положим чтобы не пачкать руки во время еды действительно неправильно пять четыре три слушаем плохие парни отвечает евгений отькова возможно для того чтобы проверить температуру пищи горячей или нет да и чтобы соответственно не обжечься вилок тогда еще не было второй вопрос и снова один был что изобрел английский физик дэвид брюстер в 1817 году если известно что название своему изобретению он составил на базе трех греческих слов красивый плюс вид плюс смотрю плохие парни отвечает евгений отьков предположим что это зеркало ответ неверный 5 4 слушаем сингер отвечает ахмед предположим что это калейдоскоп совершенно верно каус плюс эйда плюс копео 11 третий вопрос за какое изобретение французского портного тиманье другие портные в 1829 году разгромили его ателье сингеры предположим что это воротник ответ неверный 5 4 плохие парни слушаем мы тоже предположим это швейная машинка совершенно верно это швейная машинка 21 4 вопрос кто из римских императоров хотел ввести в состав сената своего любимого коня плохие парни отвечает евгений отькова что это калибу совершенно верно 3 1 5 вопрос в одном рассказе о бездвиженном героя вводят в помещение где он обнаруживает союз рыжих теоретически за одним столом может оказаться союз рыжих и неизвестно поможет ли им общая целеустремленность решительность и упрямство какие слова мы заменили в вопросе сингеры ответит ответит ахмед возможно рыжих заменили на правых ответ неверный 5 4 3 2 слушаем плохие парни отвечает кристина слюзка это пляшущие человечки нет правильный ответ 6 наполеонов действие происходит психбольницы в одной палате оказывается сразу 6 наполеонов но и наполеон один из социальнических типов счет сохраняется прежним 3 1 у нас два балла в розыгрыше как называется существо с головой лисы в русской мифологии 5 4 отвечает кристина залезка класса на ответ неверный 5 4 3 слушаем отвечает али асхаб ну пусть чем ничего пусть будет леший очень близко к кимора счет сохраняется 3 1 и у нас 3 балла в розыгрыше гепард может бежать со скоростью до 100 километров в час но сохранять такую скорость он может только на дистанции в 300 метров что ему мешает пробежать с такой скоростью большее расстояние слушаем ответит ахмед дольше он пробежать не сможет потому что перегревается совершенно верно он перегревается счет становится 4 3 вперед вырывается команда стингера персонаж кристофера бакли всерьез занервничал только после того как врач прописал ему их назовите автора книги о знаменитых блудницах одно из имен которого образовано от того же корня что и слово они пять четыре три стингеры слушаем ответ отвечает Магомед Саид фамилию я не смог вспомнить может это Валерий кто-то Валерий ну с Бертольдом же прокатило когда-то пять четыре три плохие парни слушаем отвечает Кристина Залёвская великолепно мы считаем что это Куплин правильный ответ Гай Светоний Транквилл за счет Светоний транквилизаторы призваны подавлять страх и тревогу Светоний чье второе имя Транквилл переводится как спокойный был энциклопедистом и его интересовал не только жизнь Цезаря счет 3-4 впереди команда стингеры два балла в розыгрыш говоря о наступившем для города благополучии после того как правитель Николо Марчелло совершил известный обряд автор вопроса упомянул его назовите его двумя словами начинающимися на одну и ту же букву пять четыре три плохие парни отвечает Евгения Атькова слушаем предположим что это Мертвое море ответ неверный пять четыре три два стингеры отвечает отвечает Ахмед прибил подкову правильный ответ медовый месяц даже обручился с морем после обручения для Венеции наступил медовый месяц счет 3-4 и у нас три балла в розыгрыше внимание три балла в розыгрыше участники арктической экспедиции на ледоколе Седов однажды соорудили ее из старого весла и прутьев веника назовите ее плохие парни и снова отвечает Кристина Залеускайте слушаем елку они сделали совершенно верно новогоднюю елку что ребята не дождались да вот бывает так счет у нас 4-6 побеждает команда плохие парни мы переходим ко второму бою внимание вопрос первый какое животное индейцы называют поющей собакой и считают его первородным и мудрейшим отвечает Магомед возможно это койот совершенно верно это койот 1-0 второй вопрос охотники малайского архипелага в клетку из бамбуковых жердей сажают живого поросенка и относят в лес зачем они это делают плохие парни отвечает Кристина Залеускайте возможно они охотятся на леопарда и приманивают его нет ответ отвечает Ахмед они охотятся на питона или удава он проглатывает свинью но вместе с свиньей вылезти из клетки уже не может совершенно верно 2-0 впереди команда стингеры третий вопрос в рекламном ролике известной компании вместо Меган это делала дублерша поскольку у Меган чрезмерно короткие большие пальцы в 2005 году в провинциальном Бердянске одна из команд победила в турнире по ЧГК потому что их тренер как потом узнал делал это что он делал стингеры отвечает Магомед пользовался телефоном гуглил я не знаю искал в интернете ну Мегафокус не могла я дикая связь вы не вмешивайтесь да 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 я смог он я считаю что пользуется телефонной поэтому ну вы не уточняете ничего тихо 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 гуглил искал в интернете раз два три четыре успели слушай отвечает Слан первое большим пальцем разблокировал телефон и так гуглил он им смски отправлял с ответами он мог гуглить сколько угодно но он им отправлял эти сообщения это если за вас додумать тогда подходит так у нас счет сохраняется 2-0 и у нас два балла в розыгрыше внимание утверждают что базирующаяся в городе Чиннай компания Ашок Лейландс ранее хорошо зарекомендовавшая себя под названием Ашок Моторс рассматривала в качестве слогана фразу we have a good пропуск в пропущенном слове выделялись первые три буквы назовите это слово сингеры первая секунда отвечает Ахмед Ахмед готовимся к вылету первые три буквы это фуай ответ ассаламу алейкум вы уходите пять четыре три два один успели слушаем отвечает ассалам беру we have a good job нет правильный ответ слово карма выделили с буквы кар как раз таки обозначающая счет сохраняется два ноль следующим вопросом мы разыгрываем аж три баллы как переводятся индийские имена киплинговских нага и нагайны из сказки Рики Тики Тави слушаем плохие парни предположим это кобр и куб нет отвечает Магомед Саид не Магомед Саид змей и змея совершенно верно змей и змея счет стал пять ноль бой завершен так у нас счет по боям один один первый вопрос третьего решающего боя из какой пьесы Шекспира следующая цитата коня коня пол царства за коня первая секунда отвечает Евгений Атьков Ричард третий совершенно верно один ноль но я не буду сомневаться что человек который нажимает на кнопку на первой секунде и отвечает на вопрос будет отвечать неправильно это вряд ли один ноль у нас второй вопрос внимание после его открытия в 1955 году восторженные журналисты называли его то квинт эссенции американизма то народным версалем 20 века назовите его плохие парни отвечает Кирилл Волков рискнем предположить ленинградский метрополитен нет вы покидаете стол слушаем отвечу я Макдональдс нет это парк аттракционов Диснейленд так у нас счет 1-0 два балла в розыгрыше впереди команда плохие парни Николай 1-й писал что выучил географию по вестнику Европы Карамзина восстановите то что мы заменили в тексте этого вопроса стингеры раз ответит Маговец слушаем может это буревестники Европы нет пять секунд три две одна успели слушаем отвечает Кристина мы считаем что это завоевание нет к сожалению не то слово Николай 1-й выучил не географию а русский язык по вестнику Европы Карамзина счет остается прежним 1-0 следующим вопросом мы разыгрываем аж три балла внимание в 1525 году во время одного из походов любимый конь Кортеса Моросильо поранил ногу Кортес вынужден был оставить раненого коня на излечении в городе Таиясале жрецы майя поместили коня в самое почетное помещение в храм обложили его благоухающими цветами и принесли его ему много еды однако конь все таки сдох несмотря на то что его нога зажила отчего же умер еще не старый конь стингеры на первой секунде отвечает Шамиль от ожирения от переедания вы покидаете стол пять секунд четыре три два плохие парни отвечает Дмитрий с от перегрева правильный ответ от голода индейцы племени майя не раньше не видевшие лошадей приносили ему в качестве пищи мясо у нас счет по-прежнему один ноль и следующим вопросом мы разыгрываем уже четыре балла историки моды считают наполеоновские сражениями о прошу прощения наполеоновские сражения громадными ущельями какое слово французского происхождения мы заменили на ущелье плохие парни предположим подиумами ну про между прочим вы еще и на первой секунде это ответ неправильный пять четыре три два слушаем громадными сценами правильный ответ дефиле мундиры были разнообразными очень красивыми изначально слово дефиле было военным термином означающим ущелье узкий и тесный проход счет сохраняется прежним один ноль и последний вопрос в этом полуфинале если обе команды не ответят правильно победила команда плохие парни со счетом 1-0 один из афоризмов Станислава Ежелеца заканчивается словами но не уходит во время голода а какими пятью словами он начинается стингеры тишина аппетит приходит во время еды совершенно верно в этом полуфинале с результатом в 2-1 и 5-1 по бою и 2-1 по обоим боям победила команда стингеры ну что ж дорогие друзья дорогие наши телезрители или те кто смотрят нас в записи на видеохостингах одно можно сказать точно уровень непредсказуемости события по-моему начал зашкаливать и это мы наблюдаем сейчас команды которые вы видели и сыграли они сегодня они еще покажут себя в следующей передаче потому что у нас будет поединок за третье место и поединок за победу в нашем шоу поэтому совсем скоро увидимся на финале шоу кнопка на канале НМТ